Это не на моем канале. Никуда колонки упадутся. Будьте, никуда не отвлекайся. И там Калинин, которого избрали сейчас, который поджигать, надо замотить. О чем я говорил? Он как лидер считается. Я бы еще сказал, он даже его не помнит. Там гореть должен. Вот он подошел к Калинину. На паузе, нажми. Батюшка сейчас смотрит, больше не смотрит. Он стоит, ну что, не смотрит, что через что-то. Без обратного. Он так и ставит, да? Да, да, ставь он на стол. Никому не видно просто. Пац. Только экран опусти. Это не фотография, это ролик. Это темно. Вот это истинный закон. Никакой-то закон юридический. Непонятно, знаешь. Тут, чтобы тебе что-то не было. Это на деда Васильевна. Что мне? Ну, отсюда как-то, сядь. Да нет, я стоять не буду. Ты хочешь стоять? Ну, сюда, стань. Влезь. Там, где видеть? Как ты доехал? Нормально? Ну, там ничего, с геечниками стремился. Бог показал, что посуду истину. Сейчас во время общения геечника. Да, вообще. Насколько вот сейчас благословительный разговор. Начали, как обычно, знаете, юридический момент. А вот так. А в конце казалось, что нужно просто сказать о Христе. И все. Человек отдает тебе права и вздевает. То есть, вот это истинный закон, который надо знать. Не какой-то закон юридический. Надо знать закон Божий. И сразу на него опираясь, поговорить со всеми. И вдруг сотрудники Горитии говорят. Да мы вообще христиане, которые не славят. Для нас православные. Для нас церковь. Для нас вот это главная часть. Это Ваня, да, приехал. Ну, если, ну, уже не в гостях, он же дома все, наверное, вот так. Сорок юридий. Только вон нам правил. Сорок юридий. А вот так они просто разрушали. Первым делом закрывали школу. Люди. Потом все какие-то материалы. Ну, хозяйство переводили до центрального. Там, кстати, в Москву поехал. Там был наш знакомый депутат, священник, отец Глебен Кунин. Такой вот, и сидит. Он дом, депутатом дом дом. С ним созвонились. Он меня, значит, пропуск, сон провел. И я так покажу. Ну, и через два месяца мнение вместе депутатов на сессии изменилось уже. Да, и приняли. И тогда мы получили из краевого уже совета бумагу, что восстановить поселку. Ну, и так вот сами подумали, собирались. Открым. Другие люди приехали из Казахстана. Семья была из Красноярска, Сонсибирска, Барнаула. Допустим, мы их зарегистрировали как общественная организация, деревенская общественная организация, деревенская община. Цель регистрации. Восстановление поселка на православных христианских западных и старинных русских благочисленных обличий. НПСЗ показывает сколько и повыше. Продолжение следует... Сейчас у нас 8 человек. Где вы живете? 6. У нас разные. Мы разные жрелы. Сейчас один парень. Вчера переехал уже в храм. Прямо в храм можно сказать. Он там служит и там же живет. А что у нас такая? Здесь мы живем. И то же самое. Вы начинаете с нуля обживание, да? У меня папа родился в одном домике. В одной старинной деревне. Это домик они продали лет 40 назад. Еще в детстве они оттуда уехали. На этом месте какой-то очень небедный человек в то время построил большой трехэтажный дом на сомнях. Там 6 гектаров земле обрадил и битонным забором. Лез внутри там и место под пруд. Ну, в общем, сейчас он решил, то я немножко ему позвонил, говорю, может продалите. Он решил это продать. Не с него там это продалит. 6 гектаров собственности, здание, дом рядом, деревня. Ну и все как бы равно. То есть все там у меня папа выросло в этом месте. И там больше никого нет. Там один домик рядом стоит. Там кто-то живет. Ну, так. Вот вроде как. Дача это для них. Ну, вот так. И рядом там есть старая больница. Отцепь, например. Большая. Храм. Больница рядом большая, старая. Эту больницу нам администрация сейчас тоже недорого продает. Там она достаточно большая. Рядом дом для проживания. Сама больница квадратки тысячи две метров. Причем очень не разбито. Потому что целый стекло, целый внутренний стекло, целый внутренний стекло. Видно, с отопления нет. И газ подведен, свет есть. То есть, вы хотите первым делом, вы должны защититься. У вас не устав. Без устава ничего не будет. И вот такое общество обязательно должен кусать. Нужны правила, нужен устав, нужна вообще структура внутренняя, так сказать, законодательная. Внутри, основанная на законе Бошин, конечно. Но за это время, за два месяца, уже многое изменилось. К примеру, мы молодые у нас как-то. И вот в силу этого у нас моды меняются. Вот так сейчас оно растет. Каждый день что-то добавляется, что-то убавляется. А священник-то есть у вас? Священник есть, хорошо. Где-то как-то? Снеганский священник, кого перевинили в храм, это беременский. Там в храм был без священника. Будут обвинять и в сегтанции, и в раскольники, и в зарубежники какие-то. И облаковые еще и будут. Ну, это, я вижу, это тут разные, разные могут быть причины. Но мне кажется, что с вашей стороны не было такого, знаете, непонимания. Без церкви, без епископа церкви не может быть. Вот это епископ какой, я то признаю, я то не признаю. У нас настолько все было здорово. Тогда они все снимали, они сказали, что снимает Бог. Они, мы не знали, что снимают. За реку приезжали. У него так все устроено. У нас здесь все, мы все, мы все, мы еще отдали там какую-то полуразваленную часовню. Причем была, в последний раз была подморка. И мы там все выкорчевывали эти клены, там страшно много все сделали. Мусор выгребали, так дружно. Я как-то все, говорю, мы едем как со староста. Я говорю, Александр, это здорово у нас. Смотри, как ты послушаешь, там у них вот склоки, обиды. И как на кого-то, как хорошо, что у нас приход такой дружный. В этот же год, значит, Айнкинские ушли, староста, этот, Колонцевым с женой ушли четыре. Трое там, сын, значит, мать и бабушка отошли. И еще одна там. Бросили нашу общину. И вот прошло уже лет шесть, наверное, будет в этом году было. И трое еще, Колонцевым не пришли никак, и там, Оля, жена одного, никак. Вот очистило сердце и все. Я думаю, хвалиться никогда нельзя, даже в мыслях своими. Как все дети, это, Павел Венемин Фиченко говорит, если уж там, что хочешь чем-то похвастаться, то хвастай славу Господу. Благодарение Господу Богу, что у нас-то что-то получается. Вот это быть готовым нужно. Ты думаешь, что вот все, вдруг все обломится, развалится может все. Вот тут надо постоять. Значит, все получится, главное иметь желание. Я просто смотрю, у меня одна вся своя. И одно из оснований изучать все это у меня было в рожденной дочери. И понимание того, что, как бы это ни звучало, в детский сад и школу она у меня не пойдет. Я не хочу наблюдать за тем, как у меня ребенок каждый день из чистого превращается в гряд. И для этого я считаю, что пока мы все молодые, мы должны объединиться. Пускай у нас будет немного семей, но если надо быть хотя бы 20 семей, у нас будет хотя бы 20-30 детей, то это основание для того, чтобы требовать уже для данных поселения, администрации, учреждения, кунги учебного заведения. Грина Анатольевна, учительница. Другой человек. Соземь, блин, наши перебетички, вот, Новосибирск. Ну, там, в храм большой сходим, сюда, парк, где-то, тут нигде не были, ну, чушь-то. Ну, съездите, там, сестра, там, ездить, остановиться. Ну, они, там, набрали, там, творог и сметану, там, и духовка, и все там, и питаться. Ну, поехали. Приезжают, они спрашивают, Лена, как? Мальчик, я говорю, с тебя на теле, кто с нашими, говорит, репетичками? Только сели, говорит, в автобус в вокзале ехали. Нет, я говорю, не знаю, не знаю, и кричит через это. Лена, посмотри, вы тетеньки, ногти не стриженные, говорит, ты красная. Большое. А вот, Лена, тут телевизор, наверное, есть у вас? Есть. А, ну, нет, только нет. Вы когда-линир, не тут? Вот, вот, да, о-о-о, управится все, все нормально. Должен быть видео. Мы в алтаре, я говорю, время уже без пяти, там, 8 людей в службу. А народ, так сказать, я приходит, говорит, вот, посмотри, я там, занавеска, так, прям, полный храм стоит. Не слышно ни одного голоса. С вами говорили запрещение. Это очень важно, добиться такого. Спасибо. Спасибо вам, Сережа. У вас всего, Сережа, хоть ехали ко мне. Да, ну, потому что надо, значит, надо собраться. И не спали, и не ели, и... Нет, мы спали уже. Все, ну, все, прошу святых молитв, чтобы Господь, прошу, что так, понимать, хоть иногда мне, Господь дал вам, ну, быть, пасты, добрые, хотелось бы быть. Спасибо. Благодарю. 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 Терпение и спасение, Хорошее. Спасибо, Господь. Ну, я, ты, ну, сами тоже. А еще есть? Да, я больше скажу. Спасибо Богу, Богу, и осуществились во Ваде. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Слушай, ну, молодёжь-то есть порывы, да? Молодёжь пробуждается очень много, очень, не, реально люди много звонят, но на сегодняшний день я, вот сейчас приехали все те, кто сами приехали, материально, прямо на стоянии приехали. Нету тех, кого я реально платил, да? То есть сейчас я, наоборот, отговариваю, потому что я сам ещё на сегодняшний день пока знаю цель и торговые, но промежуточный, очень много моментов ещё, наверное, быстро. То есть здесь очень важно дать людям что-то. Людям не надо, знаете, сейчас очень много, я заметил, есть поселение, так называемое, вот сейчас один парень приехал, он до этого тоже собирался поселение делать, но во главе поселения не было стремления к Богу, а во главе поселения была граница от всяких нерусских, сделать русское поселение, новичьи, традиции, да. Христос, конечно, там был, но он был замешан в горахе всего этого. А когда у тебя на первом месте Господь и Лидер, он должен тебя привести не к нацизму, не к русскости, не к ещё чему-то, он тебя должен привести прежде всего к Иисусу Христову. А остальное уже предложено, что всё прошло необходимо. Бесконечно я рад, что у меня в жизни есть я, потому что иногда мы бываем внутри себя и имеем вот такую вот жизнь. А готов я сейчас, а не готов, а нам не надо. Тебе говорят, на пути к Богу, люди часто пришёл, упал, выпил, нахудился, опять пошёл, у меня этого нету. У меня перед глазами есть Господь, который, как бы это ни звучало, как бы кому-то этого не резало, но я его знал лично. Поэтому, может быть, не может быть, а это меня держит, потому что я не живу. Ну, иногда, ну, я не знаю, это от всех нет, это от всех он забирает вот это всё. На время просто забирает всё, лишает всё. Ну, как правило, опытному человеку уже, имеющему опыт, вот, и смотрит уже за поведение. И многие, как говорится, уже отступали. Может быть, время, главное, не отпасть от Бога, когда Он, отходя, испытывает нас. Ну, мы становимся взрослыми, это сколько в итоге не хочется ошибиться, не хочется потом исправлять. Часто нам приходится из-за наших собственных шагов поменующих пути к Богу исправлять то, что мы сделали за себя. Сморов тянется, всяких наших шагов, я их стараюсь уже не делать. Ну, они, да, они уже, как бы, становятся предсказуемыми. Особенно, если совесть, открываешь совесть, вот этот вот, просто источник вот этот, открываешь на полную. Ну, чтобы никаких ни лугавых у тебя, ни каверзных не было мыслей вообще в голове. То есть, быть, в первую очередь, честным перед самим собой. И всё, а больше мы не требуем ничего. Мир, мир нарушается, а как нарушается? А совесть? Совесть уже, полечок этот закрывается, хоть на два миллиметра, но закрывается, и уже Бога не так слышишь. В этот момент, как и покаяние. Чем быстрее покаялся и осознал, что ты больше никогда не будешь в то время, тем легче будет душа. Да. Быстренько, быстренько прям, схватить себя за гору и покаяться. Потому что, а зачем вот это надо? Мы же страдаем от этих осознаний, правильно? Если бы ты соврал, да, или, например, наслаждался этим, ты же страдаешь. Как христианин ты начинаешь эти осознания. А зачем тебе это надо? Потому что, покаялся, осознал, не страдай больше. Ты можешь вам на ошибку прими, пойми. Человек, если не пишет, у него все хорошо. Слава Богу, что он тебя посмотрел, послушал. А через месяц, когда он тебе пишет, что он снова пьет. И то, что его зацепило тогда, он уже это столько раз сживал. А в обществе это ряда нет, и мир его забавил опять. И он опять уничтожен, опять страдает. И когда таких писем у тебя сотни, и когда еще хуже тебе пишут, что сегодня девочка тебе пишет, что у него все хорошо, а через месяц-полтора тебе пишет ее мама, что все-таки, или подружка, что она прыгнула там с этажа, с какого-то. Все-таки сатана ее добил. Понимаете? И сегодня она пишет, слава Богу, и вот наконец услышала, поняла, надела. Она услышала, поняла, она утвердилась, а сатана новый уже в пути проискрит, чтобы ее уничтожить. И в итоге она все равно выбрана назад. Сам грех дерева срубили, а корни там они остались. Они до конца жизни там... Это уже Христос их потом искринит оттуда. Тяжелая дорога так и лезет, и гниф иногда у нас, и что-то хочется... Стоять! О, стоять! Куда он гниф начинается? Он начинается откуда-то из этого, из желудка откуда-то идет. Он поднимается, поднимается он вверх. То есть остановить его еще можно здесь вот, да? В животе. Потом он поднимается, его можно здесь остановить. Вторая преграда. Третья преграда, его на языке, может на язык приезжать к небу, чтобы не отвечать. Третья преграда. А четвертая преграда, если уже язык, он преодолел зубы сжать, чтобы не ответить. То есть это четыре преграды, которыми мы можем восстановить не... Сильно сказано, природа, да? А люди в этом варятся. Люди ходят и в этом просто они бурлятывают. Сколько, сколько, сколько вот этих соблазнов. Мама, дорогая, ой, 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 ой. Я вот 30 лет прожил я там, да? Я что, не хочу. Я вот, у меня шторы, да? Я думаю, вот мы приехали, у меня шторы открыли. А у меня шторы закрыты, запечатаны. И это самое. Я только две недели назад туда смотрела. Там листья зеленые. А меня поворачивают недавно. И у меня опа, там же зима началась. А меня думается там, что там у меня все едят. Мне многие не верят. Я говорю, ну люди, я реально говорю, я не хочу. Потому что я понимаю, что жизнь, она не сегодня-завтра закончится. А гармонии там вот этой достичь. Я недавно с парнем с одним, два месяца назад разговаривал. Живем в Киеве. Мы так общаемся с ним периодически. И он говорит, я... Сколько он? А, два года. Два года у него не было сна. Он не спал. Два года, понимаешь? И врачи не могли не диагностировать, не могли никому диагноз поставить. Почему это? От чего это? Какие-то таблетки давали. Соники там какие-то. Ничего ему не помогало. Он говорит, представляешь? Я вот сейчас это вспоминаю. Сколько там? Шесть лет назад это было. Вот эти два года для меня были самые счастливые. И со мной рядом Бог был. И, понимаешь, я так обрадовался, когда я вижу такого человека, который меня понимает. Который понимает. Ну, люди не верят этому. Ну, как ты можешь радоваться лежать там в какой-то потолок, четыре стены? Как ты можешь радоваться? Такого не может быть. Я тут встречаю человека, который меня понимает. Об исцелении я вообще не прошу. То есть, я единственное прошу, чтобы он дал терпение вот на это. То есть, у меня есть реальное понимание, что на ногах я этого не достигну. Я это осознаю. И потом, потом поддержка людям какая-то. Одна женщина из Канады икону мне наказала. Вы Сергея представляете там? Пишет, представляете? И получила вашу икону. Сын взял. Сын вообще, она в храм ходила, а он так равнодушный был. На это пришла икона, и она ему рассказала. Вот, сын, посмотри, такой-то лежит там сзади. И он зашел на сайт ко мне, прочитал там всю мою историю. Взял ту икону, блин, полвечера просидел с ней, просмотрел на нее. А наркоман героином и был. То есть там несколько лет сидел на игле. На следующий день взял ткану и говорит, мам, я с тобой в храм пойду. Пошел в храм, причастился и бросил колодцы. Это в плане стабильности. Люди часто говорят, хочу детям стабильность. Дать работу, машину, квартиру, куплю. Я говорю, представь, что твой ребенок, имея машину, квартиру, после твоей смерти лежит парализованным. Будет ли он счастливым человеком? Нет. Я говорю, а если ты выпадаешь Христа всей своей жизнью, что бы он его не отобрали, квартиру, здоровье, машину, что бы он его не отобрали, ты можешь спокойно умирать, потому что ты знаешь, что твой ребенок все равно всегда будет счастлив. Всегда. В любом состоянии. Он никогда не будет плакать от отчаяния где-нибудь под забором. Он будет всегда радоваться, он будет ценить то, что он уедет. В каком бы состоянии он ни был. Потому что нам всегда больно оставлять детей от чего? От того, что слезы. Ну, он неправильно воспринимает. А если ты ему дал правильное восприятие, то ты готов умирать. Потому что ты знаешь, что ребенок просто здесь остается еще ненадолго. В каком бы состоянии он ни был, он все равно сам счастливый. Он идет на уровень. Ты правильно думаешь, вот открытие истории, каждый ребенок открывается. Но, как по статистике, к 13-15 годам они убегают из церкви, из храма убегают. То есть соблазн вот эти все-таки покоряют их. Вот. И насколько здесь важно иметь вот это общество тогда для ребенка, чтобы ему некуда просто было убежать. Ребенок уже до 12 лет предотвали на зеркало души родителей. А после 12 лет он становится совершенно летним. Это Библия, вообще так сказать. И Христа даже в 12 лет привели, когда он определился в жизнь, он стал проповедовать. То есть в тот день детей приводили после 12 лет. Совершеннолетие считалось. 12 лет — совершенно лет. До 12 лет ребенок. Вот когда Иисус говорит, что у детей есть царство и небесное, и говорится о детях до 12 лет. А после 12-ти все. Ребенок отрывается и сам уже выбирается. Сверху переходный возраст и все проблемы. После 12-ти мне некоторые родители знают. Мне дочке 13 лет, а она была такая хорошая. Не главное хорошая. Она скрывала все. Она скрывала вашу душу в себе. То есть не свое в себе, а ваше в себе. А делала то, что вы говорили, не делала. Видимо. А в 13-е она понимает, что она взрослая. Это божий совершеннолетний возраст в 12-е. Все. Извините. Ну пусть они уходят даже. Пусть они уходят. Но они туда уходят совершеннолетними. А наша обязанность до совершеннолетия продержать ребенку в этой частоте. А там уже, конечно, не его выбор. А Господь спросит на детей, почему ты ребенка воспитал? У тебя был выбор. И тогда вот люди приходят, я говорю, ну у вас есть выбор. Да какой выбор? Ну мы в городе жили, наши родители жили. Вот мы живем. И у вас есть все равно выбор. И Господь вас спросит, почему вы не выбрали. Вот. Альтернатива такой же. Вот у меня знакомая сестра. Она вообще в монастыре живет. И дочь у нее всю жизнь. Вот они каждое воскресенье в храме. Они очень молитвенники. Прям молятся семьей, дочкой и все. И вот она приехала сама в монастырь. Думаю, эта дочка боженства тоже учится. Почему? Ну это веро. Девочка на первом курсе. Причем мама уже в монастыре, а дочка при монастыре в гостинице. Приходит в институт. Ну если лучше там старается. Ну уже дошло сейчас до того, это всего лишь прошло полтора месяца. Девочка уже одевает юбку покороче. Нашла уже эту юбку. Купила. Красится. И уже сначала мама говорит, ну смотри. Зачем? Куда собралась? И уже все. Сейчас уже она мне звонит. Плачет. Говорит, вот сейчас такая ситуация. Мама, я взрослый. Я сама знаю что-нибудь. И идет. Все. То есть она говорит, я уже не знаю что-нибудь. Все. То есть оторвалась. Мама позволила. Мать-одиночка. Позволила оторваться дочери. Вот это страшно. Когда ты смотришь. Она сейчас смотрит на свою дочь. Вообще. Очень такое. Внешне очень такая. Девочки в институте. Видать сказали, что ты монахиня что ли? Абсолютно. Конечно. Конечно. Опустили уже. И все. Ей больно. И сейчас она на маму смотрит. Говорит, просто мать обижает и все. И уже в монастыре поставили условия, что она здесь жить не должно. Потому что, ну что это такое еще? Представляете, она ночью уходит с подружками типа в кино. А ночью нельзя. Ну, в гостинице прямо в среду. Это даже к целому. Ну, пусть их мало, но их надо создавать. Вот этих людей. И удерживать этих людей надо. Ну, потому что хоть был какой-то образец. Ну, посмотришь, я сейчас в Европе, в Америке творится. Там нету даже образцов уже вот этого целомудрия. Их нету просто образцов этих. И люди живут, а они просто не видели ничего такого, как у нас. Они это изображают. Посмотри, американцы, мужиков, как шапок таких, на медведей там, с бородой, да? Ну да. И у них все кажется, что мы такие. А почему? А потому что у нас еще сохранился вот этот дух, да? Потому что у нас живет. И иностранцы эти, они понимают, что мы не такие. Что мы еще не принудешим вот к этой западной цивилизации. Что у нас есть что-то. И причем у них сейчас много людей, которые учат русский язык, которые съедут нашу цивилизацию русскую. А потому что им это нравится. Эта загадка какая-то там существует. Что-то непонятное. Они стремятся к этому. Страх Божий. Его воспитывали. Его воспитывали смольство. Детях. То есть мы там, каждый ребенок, каждый ребенок, в 3 года он уже понимал, что такое страх Божий. Мама только скажет пальчиком по грозе. Ты что, сынок Боженька накажет? Все, ребенка этого было достаточно. То есть это в крови, видишь, было. Много людей вот заходит и стена не улетит. Люди плачут просто от этой жизни. Знаешь, они уже все имеют. Они имеют машины, квартиры, да? А мира не имеют. Их очень важная здесь жизнь. Ну вот почему Христос и ставил, как говорится, во главу была, он веру ставил. Что значит вера умеровать? Видишь, это самое сложное. Умеровать. Счастлив человек, если ему Господь подарил веру. Человек не отруждается просто. Ему Бог подарил. Дар такой есть Божий. Вера. Сильная вера. А люди... Я вот спрашиваю. Ну а он говорит, ну а как я на людей еду? За что? Какую веревочку потянуть, чтобы ее найти? Как ее найти веру? Любое дело возьмем. Мы сначала верим в это дело, правильно? Но любой, любой начаток, да? Вот, допустим, я захотел построить грязнушку. Я сначала поверил в нее, правильно? Что я... А вот это бревно здесь будет, печка здесь будет, крыша вот такая будет. Я четко сложил себе умение, поверил в это, правильно? Ага. Вот так же... Так же и в этом... Вот есть написано где-то о царстве Божьем. Какое-то царствие есть. Но его можно сначала говорить и представить. Что же это за царствие такое? Хотя в апокалипсе оно описано, это царствие. Даже в локтя призмерено. Вот нужно прочитать и просто поверить в него. Недавно видел единое такое относительно царства небесного. Ко мне подходят люди, а я сознаю, что я сплю. Сон во сне, я сознаю, что я сплю. И они мне говорят, а где твой мир? Там, 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 под землей наверху. А я понимаю, что он нигде, в этом мире его нет. Он внутри меня. Я им говорю, он внутри меня. И мы это не поняли. То есть, когда я понял, что такое царствие небесное внутри вас находится. То есть, мы в том мире, где проекция сна. Ну, по-моему, у нас сна. То есть, здесь мы... Тот человек, который будет царствие небесное там, или там, или там, он, это не правда. Царствие небесное. Совершенно. Вот наша душа, это оттуда. Вот она только прикреплена к царству небесного. Все остальное, оно его здесь нет. Это все просто проекция для исправления души, либо принятие того, что ты хочешь. Это есть откровение такое, не помню от кого оно, откровение. Мы живем в теле, и у нас есть мозг, да? В мозге происходят химические процессы. Допустим, человек может оправдывать любое свое злодеяние. Абсолютно любое оправдывать может себе. Но когда человек умирает, мозга нету. Оправдывать не с чем, не с чем оправдывать. То есть ты остаешься наедине сам с тобой. Если действительно это не царствие Божие там у тебя, то это будет постоянное осуждение себя за все. Поэтому чем важно в этой жизни очиститься, мучиться, говорить правду во всем и всегда. У меня есть мечта. Вот я вижу в этой мечте христианское государство. Вот вижу это. Вот такая мечта. И я на пути к ней, даже если на каком-то этапе умру, я умер в своей мечте. Я умер в том мире, в котором я себе вот там представил. То есть я умер на пути к нему. Я не смирился на этом пути ни с чем. То есть я умер на пути к нему. Я умер счастливым человеком. Потому что у меня была мечта. Самое страшное для меня это остановиться на каком-то этапе и смириться с этим. Всяк. Ладно, что мы имели мечту христианское. Да? А умирать, а с ней просто жить и умирать легко. У меня же приступы опять были вот на прошлой неделе. Все, думаю, уже все отхожу. Думаю, давление упало до сорока ударов в минуту. Ну, видимо, или почечные какие-то эти колики были. И приступы точно все. Думал, у меня все похолодили руки. Ноги, уши холодные. Тот уже холодный выступил. Ну, все, и Господь возвращает. Вот у меня год по два-три приступа таких бывает. Ну, смертельный все исход кажется. А Господь на следующий день раз и возвращает. А боль не чувствуешь. Ну, я сейчас лежу, я еле прямо в воду. Это рыжая постоянно. У меня боль невыносимая. Ну, боль как будто, как будто четвертая степень ожог. То есть это или свежий человек? Вот отсюда, от плечей, да, до пяток, до самых. Каждый сантиметр тела. Ну, десять сантиметров спинного мозга, это, разрыв раздолбленный. Десять сантиметров, он всего там тридцать сантиметров. Вот представь, зуб болит, да, у человека там какой-то микронный нерв. А это все нервы во всем теле. И Господь силу такую дает, чтобы вот это все игнорировать. Я это все чувствую, например, что, как у человека зуб болит, он говорит, а-а-а, с утра тонче ловит, да. Вот и тут казалось, люди спрашивают, а как же у тебя получается, как же у тебя получается так? А я не знаю, как получается. Как вот, как-то получается, понимаешь, они улыбаются, разговаривают. А это, знаешь, у этих, у йогов, там, у китайцев есть какие-то вот эти, они какие-то мантры читают, чтобы отвлечься вот от этого, от всего. А тут и без всяких мантр, без всего, вот так, как Господь разделяет. То есть какую-то границу он находит между разумом и болью. Вот когда болит что-то сильно в теле, да, попробуй, попробуй адекватно, да, поговорить, связать там слова, нежно не получится же. Вот Господь, я вот лежу на спине, да, меня, ну, не поворачивает по трое суток, да, совсем не поворачивает. Если здорового человека положить, вот так, ну, на спину, то буквально через сутки у него больно пролежно по всему телу. Ну, потому что нарушается кровообращение в организме. Вот. Ну, и человек за ночь вот он лежит, он крутится там, на бок, на животом там десятки раз. А для того, чтобы кровообращение... А я вот лежу, ко мне доктора приходят, приехал доктор, он неверующий. Он говорит, вот Сергей, ну, я, конечно, понимаю всю вашу веру там, ну, вот вы скажите, вот, кто его видел на Бога, на Бога, кто его видел? Я говорю, ну, как? Ну, я его видел. Ну, как вы его видели? Ну, я в молитвах его вижу постоянно. Ну, вы же не его видите. Ну, конечно, не его я. Как бы он в душе образ его является. Ну, вы видите, это все, как бы, все это расплохище-то настолько. Я говорю, ну, вот, я могу дела его подтвердить. Я говорю, вы, как врач, могли бы поверить то, что человек лежит 13 лет, и у него нет пролежней? По-моему, такого не бывает, не может такого быть. У всех лежачих людей должны быть пролежки. Потому что нарушена трафика и кровь. Чтобы не было пролежей, человеку нужно каждые 3 часа, 4 часа поворачивать с боку на бок. Вот так вот. А только этим уже можно доказать, что Бог есть. Я уже на том, что немножечко стал таким человеком, что я привык к чудесам. И если для меня требуется какой-то особый шаг, я… В делу мне чудеса, да? Ну, да. То есть вплоть до этого даже требуется шаг какой-то. А я знаю, что я могу сегодня предпринять их 10, например. Ну, 10 путей. С одной стороны, вроде я могу начать все 10 делать, или один, другой, третий. А потом понимаю, что, значит, у меня нет других задач. Пускай Бог мне покажет, какой конкретный, я пойду. И в этот момент мне проще закрыться дома, взять книгу, почитать, Библию или еще что-то. То есть просто закрыться там. Или посидеть в интернете, послушать, что это про мои идеи. Или вообще посидеть, подписать что-то, подпечатать или поснимать. То есть я в этот момент… Прямо все вокруг начинают твердить. А почему ты сейчас сидишь, вот сейчас как раз время, а сколько предложений, а я наоборот… Да и что в том-то и дело, что чудеса не плана не дают… Посмотри, посмотри, Иуде, да? Он же был участником всех чудес, он же все видел, понимаешь? И он не проник в свете, совершенно… Люди видели Лазаря воскресшего, сколько там… Сотни людей видели и стали свидетелями этому. И дальше этого они не пошли… Они как-то себе в голове объяснили, ну, как… Значит, не умер, он пролежал как-то и… Значит, не умер. Ну да, немножко умер и все. А как это можно объяснить, да? Человек после этого выходил всю жизнь, он даже не улыбался. Он просто не улыбался, и по его поведению можно было понимать, что он столкнулся с чем-то с таким, что это просто… У меня отец… У меня часы… Отец умер, вот они ходили два… Сколько? Два года они ходили. Отец умер, и они остановились. И они у меня на голодах. Я смотрю, часы стекунные слева встали. Как будто… Я людям рассказываю, ну, это совпадение. Ну, как два года… Часы ходили два года, умирает человек, и они останавливаются. Это может быть совпадение. Нет. У нас в этом мире мы просто очень много не замечаем. Здесь вообще нет случайностей. Здесь все очень запоминально, и все чудесно. Ну, там просто очевидная вещь, какие видны. Мы же не видим, где что передвигается, где что переставляется. Мощи, да. Один другому предлагает… Я в бизнесе предлагаю взять в аренду в Европе мощи. На каждую ложную копейку рубль дохода. Понимаешь? Взять в новую удачу? Наш военнород на мощи пойдет. Да. Я думаю, реально сейчас посмотрю, что происходит. Повесть Богородицы. Да. Полтора миллиона. Показатели типа православия. Это правильно бывает, что это показатели неверия. Показатели неверия. У нас лежат мощи метрофаней Воронежского, куда эти батюшки поехали. Да, храм, собор. Он пустой вообще стоит. Привезли частицу Матроны, перекрыли центральные улицы, поперекрывали все. Там тысячи людей вышли на улицу. Как будто приехала какая-то, я не знаю… Люди как к Калдинаму относятся к Калдинаму. Да, потому что с телевизору сказали, что эта болезнь излечится ночь, когда он переведет на третий курс и едет. То есть смешно, а страшно, наверное. Конечно, на ней было бы только смешно, если не будет так страшно. Вообще ничего не было, мы должны быть. Единственная просьба, которая у нас должна быть, это волей и в нашей жизни. Все, точка. Больше никакой молитвы у нас не должно быть. Это не было. Только благодарность и просьба быть волей и в нашей жизни. На сто процентов. Какой бы она ни была, в чем бы она ни была. Венец творения. Это есть ролик какой-то. Сняли. Съемка графическая. То есть показывает Земля наша, да. И потом, насколько она умаляется, умаляется в галактиках. Потом в целых там, в этом космосе она вообще песчинка, песчинка. И вообще невидимо становится в этом пространстве. Обязательно, в этом пространстве там Бог сделал каких-то муравьев, букашек каких-то вообще там непонятных. Вот. И назвал это венцом творения. С ума можно сойти. Мы венец творения. Мы вообще ничтожество какое-то. Он может все тут же сдуть эту землю новую себе. Сделать землю новых людей сделать в один момент. И Он нас любит. Он нас любит. Кто мы? За что мы? И Он нам еще будет. Вы будете ангелов судить. Мы даже судьями станем, естественно, те, кто этого заслужит. Судить ангелов. То есть, слышишь, мы сейчас... Мы сейчас увидев ангела, мы быстрее питали. Мы упали вообще. Это не так говорится. И я говорю, господи, может, сегодня последний день. Я у него как-то спрашиваю. Ну, в надежде в такой... Ну, может, хватит уже. Давай. Давай на этот путь. И... Ну, и себя так обнадеживаешь. Ну, потому что, ну, настолько у меня будет... Мне будет только одним счастьем изглавление от боли. То есть, я себе сейчас не представляю состояние без боли. Я не представляю. Я забыл это ощущение, как без боли. Во сне же у меня совершенно другая жизнь. А засыпаю, когда там начинается... Другие ощущения. Там боли нет. Совершенно никакой. Там другая жизнь. А во сне ходишь? Во сне или я не тут хожу, я летаю во сне. Реально. Реально. И сейчас, сейчас летаю. Знаешь, ну, это в детстве обычно люди летают, да? Да. Не летаете. Вы с меня тоже. Да, но я как-то с ней особо не знаю. Это навязчиво с ней забываю. Хорошо. Ну, ну, вообще. Ну, это... Ну, реально моя жизнь. То есть, я засыпаю, я ухожу, делаю это состояние. А мне тут больно. Ну, я там отдыхаю. Ну, я там отдыхаю. Развернемся, попал. Совершенностью. Загружаемся. За горку странности выбрава. Принеста не обоста. Желание, полного часа. Часа... Ну, я тут... Я... Ну... Я... ... ... ... ... ... ... ... В сердце моем и Бога В небе сожгут мосты По обеимой дороге Нас поведут на кресты С нами, Отец Небесный С нами, Воскресший Сын С нами, Бог Божий Вечный И все святые сны С нами, Отец Небесный С нами, Воскресший Сын С нами, Бог Божий Вечный И все святые сны Скажите, что за ролик, а? То, что вот этот человек Меня был выведен, кажется, Сергеем Я еще здесь потеряю, когда Божий с Небесным Он, дескать, адмирал Клиническая смерть Сегодня три дня мертвый был Потом воскресший Вот этот, Александр Который рядом В белом с ней Подпрытие, борода Я стал с ним говорить Я говорю А вы себя как Паспиционируете? Я говорю, кто баптист Нет, я православный А везде ездить его По разным городам Видимо, зовут Он ездит и говорит Я один раз только послушал Он говорит Ну все, фальши, обману тебя Ну зачем тебе это нужно? Ты не работаешь, не я У тебя ничего этого не было Конечно, мы не Как я вот ему что делаю Никому не говори Больше про это А, иди работать В шахту там В стройку Где-то Все ли Частичка Бога Частичка Бога Какая частичка Бога Что это делать? Зародишь Там про жену Там все это рассказывает Баптист Смертые разины слушают А ничего там нету Божественного И не пошли Дальше Я об этом сказал И свой ролик выставил Я сейчас не знаю Где он даже Как он называется Трудно найти Как поднялись его Которые слушают На него якобы Я этого не знаю И он тогда на меня Что уберите этот ролик Обеседуем Когда Я всегда вначале спрашиваю Ролик Что я записываю И что выставить Смотрим А тут уберите 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 там Вы последнее дело Когда начинает Жаловаться в YouTube Или там Чтобы Убрали Это такая Подлянка Которая даже Говорит стыдно И он на это пошел И которые Его там Почитатели А может Это он сам Тут Проверит Видите Аватары Все перепутали Что убрать А потом То ли я его Под замок поставил Или Как-то что-то Администрация закрыла Не знаю даже Как И целый Я ему сказал Нигде отвечаю А где можно Посмотреть Рули Где можно Целый год Меня трепали Где можно То есть Искали Я понял Бесчестный человек Никуда не годится Он избалованный И ему Любым путем Это тщеславие Просто фонтанирующее И он Нигде Когда рассказывает Он там То ли По пьянке Что-то с ним было И он воскрес И Бог Вводил Не сходят С его видения Со святой Феодорой Ну нигде Ни метарсты Ничего Все Блев одет Я не знаю Как говорил И Сергей Козлов Сейчас мне Ну просто Он неприятный Я его вычеркнул Из памяти Полностью И вот сейчас Когда эту Матильду Показывают Сейчас Это Царю Николаю Тогда он был Цесаревичем Ему 22 года А балерине Эта Шесимская Это Матильда Она Палечка Ей 18 лет Ну и ее Чтобы приман балет Показать Конечно Ее надо было Выдвигать Везде Ничего там Особенно В ней нет Такая же Такие же Ноги Она не высокого Росту Метр 50 Даже за счет Даже ниже Володи Ну она На пальцах Ходит И с ней Дружил близко Николай Будущий Император Но До этого Он посватался Уже Чтобы ему Стать император Он должен Желиться Только на Принцессы Царского Достоинства Там Бараня Но если Женец На балерине Его кандидатура Снимается И он метался Между этим Теперь сегодня Все описывает Как Притом Это признает Тихон Шевкунов Я ему верю Епископ Епископ Егорьевский Говорят Он является Исповедником Путина Исповедует Его Но вполне Допускаем Вот это Святые Не святые Гнига Вышла И он Говорит Да Было Так Да Был Люблен Ну еще Особенно Ну еще Еще Между ними Не было Плотского Стоития Не было Ну а дальше Почему Алиса Будущая его Жена Дала Отказ Знаете Многое Стоит В первую Вера Она Верующая И она Не могла Англиканскую Веру Изменить На православие Никак Ей было Тяжело Я в это Верю Верю Почему Потому что Вижу Какая Она Как Она Детей Воспитывала Ну по всему Что о ней Дается И запись И отношения С Николаем Я верю Что она Была Глубоко Верующая Ну а потом Она Все таки Ее там Уговорили Ее уломали Там Она Приняла И она Была Прекрасная Православная Христина Ну конечно С украшениями Царского Достоинства Как я понимаю Не надо было Ну не в этом Дело И вот теперь Это расколупали И главный Который Ставит Режиссер Алексей И фамилия С большой Бух Учитель Не специальность Учителя А фамилия Когда написано Называется Чучителен Если Учитель Это уже Еврейская Штучка Как Михалков Говорит Кинорежиссер В 12 Фильм Называется И вот сейчас Я Помолился Когда увидел Что его Он сейчас Это у него Борода Все подбритая А тут Он сейчас сидит Вот такая у него Борода Такой Все это Я на это Спрашиваю Ты после Соблюдаешь Пасты Нет Надо И спать Находишь Но какой Ты православный Ему Выгодно Для баптистов Показать Что он Православный И вот Они его Перетащили Или перевели Там Как-то Игра Мне Мне Сразу Стало Открыто Он Огневался Похоже И вот Это Между нами Произошло Такое Я его Никогда Имей Как Шулером Не считал А Мальчик И вот Сейчас Его Ставят Вдруг Во главе Ставят Или как Это Еще За любое Слово Могут Лидер Лидер Организации Христианское Государство Террес Святая Русь Так просто Организация И будет Переработать Но Это Надо Много Много То есть Кто-то Должен Раскручивать По Телевидению Но Ему Говорят Порядок Один Везде По Другому Мы Не можем Я Где А Они Уже Ставят Матильду Теперь Против Давай Воев У православных Есть Цари-божники Они Верят Что Царь Искупитель Он Святой Ну И Прочее Это Вот Надо Во главе Этого Движения Теперь Я Стараюсь Заглянуть Кто Это Все Делает Для У меня Никакого Не секрета Все Это Еврейские Штучки Его Берут На Это Дело Раскрутку Ему Фильм Ставят Что Царь Блудник Еще Блудил С ней С этой Матильдой Когда Уже Был Женат Ничего Этого Не Было Тихон Шекунов Ну Не Было Я Верю Что Не Было Я Как Доказать Никак Я Просто Верю В Это Ему Зачем Это Было Я Очень Любил Царису Александру Федоровну Ну И вот Здесь Теперь Нужно Выявить Им Кто Почитает Царя Насколько Велика Эта Организация А Там Много Это Казаки Это Военная Сила Истина Православных Христе Они Речят О Сотнях Тысяч Это Не Два Человека Которые Царя Посчитают Что Он Такой Это В России Нужен Царь И Обязательно Царь Наладит И Как Павел Говорит Удерживающий Теперь Это Царь То есть У них Мозли себе Кто Удерживающий Это Друг Святой Царь Кого Мог Удержать Когда До Конца Его Сегодня Расстреляют Но Папиросы Не бросил Он Курил Я Не Понимает На Что Сказать Курил Ну Еще Особенно Что Курил Сказать Воровал У него Вся Рассеем Когда Перепись Была Он Подписал Хозяин Земли Русской Царь Михайлов Он Действительно Хозяин Не то Что Сейчас Президент Он Не Хозяин Там Хозяева Которые Сидят Лоббируют Интересы Другие В думе И Не Можете Еще Сделать Хотя Он Сказали Не 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 Император Царь Должен Прижать Всех Конечно И Время Будет Нем Ко Потому Что Сегодня Везде И Он Тоже Говорит Про Это О Ролики И Полиция Уже Занимается Это Все Распределенно Было Но Тебя Саше Надо Тряхнуть Его Арестовывают Брата Его Берут А Его Освобождают А Дома Находят Поджигательную Смесь Провокационные Листовки Они Ежели И Написали За Матильду Гореть Вам Специально А При чем Тут Солюна Матильды Никакой Нету Она Жила 99 Лет Металась Там Женить Ее Считаешь Обыкновенная Женщина Ещё Там Не было Она Страдала Только Пожалеть Можно Будто Она Приняла Православие Пишут Так Проверить Я Не могу Какой Там Ее Православие Балерина Не знаю Чуть Не сожжена Была Кремация То Лудей То Лудей Сегодня Ничего Не узнаешь Главное Им Сейчас Надо Выявить Главная Задача Выявить Кто За Царя И Вот они Сейчас Насчёт Матильды Показывают Они Его Почитают А его Блудникам Показывают Кого Берёте Какого Императора Вот Такие Они Все Такие Единственный Какой-то Царь Урусских Был Который Не запят Чуть ли Не Михаил Первый Которого Избрали Царь Михаил Из дома Романов Остальные Все Имели Там Наложницы Этот Грех Легко Понятен Почему На Чем на всех Остальных Гитлер Сталин Убивали Репрессий Меньше Погибло Чем на этом Те погибли И все Считай Блудники Которые Не погибли Тоже Блудники Тайная Жизнь Сталина У Ленина Там Афиня Сарман Там Ребёрок Был И в Швейцарии Всегда Обводили Это место Туда Экспедиции Не шли Советская Ленина Показать Ленина Это надо А Масоны Ставят Кого Обязательно Что Был Порок Не подчиняйся Сейчас Публикуем Тебя Тебя Вышевнет Народ Вот Это Сейчас Нужно Идею Саря Божников Разрушить До Основания Нужен Лидер И он Поставили И он Сейчас Наворачивает Я на сегодня Утром Слушал Уже Сейчас Он Дает Интервью Мы Не призываем Жечь Но Будем Жечь Кинотеатры Все Грометили А мы К этому Не призываем Лучше Б ты призывал Да никого Не было Я посмотрел Как я Первоначально Его Увидел Это Хоп Гопол Которого Выбили Тогда Повел Демонстрацию Пятый Кровавое Воскресенье Это там Кадашел Люди Не знают Почему Царские Войска Стреляли Мирная Демонстрация Была Я привлекаюсь До 905 Год Когда Революция Возникла И Стреляли Впереди Шли С Это поп двинул их Это крестный ход А рядом С ними Шли Бомбисты С бомбами Только Прорвать Всех В землю И дальше Бомбами Забрасывают И сегодня Показывает Уже Когда народ Отступал Они там Со второго Третьего этажа Бросали Ну тогда Бомбы Были Не такие Все Рвало Люди Это они А царя Даже в городе Не было Кровавого Воскресенья А чего Стали Его Звать Кровавый Николай Он Никакого Просто Никакого Ну им Это на руку Теперь Припоминает Сыновай Еще погибли А блуд Это понятно Потому что Другого Которого Сегодня Выдвигают Он Не убивал Никого Скажут Ну ладно Тут такой Нет А в блуде Все замешаны Почти все И вот Он Сейчас Дают Ему Раскрутку Его Арестовали Посадили Даже Еще Арестовать Вот Алексей Навальный Который По политической Системе Точно Та же В Америке Вы Учился Дворкин Тут Все Стандартный Грех Монотонен Как Зоя Крахманникова Говорила И вот Он Сейчас Здесь Вышел Вон Рейдер А потом Тебя В сторону А потом В шкафу Говорят Вместе Со скелетами Тебя Не выйти Из этого Нет Потому Что Он Тоже Сейчас Помочь Выйти И он Прямо Говорит Я Не один Это Сотни Тысяч Людей Думай Его Обрабатывать И не Надо было Только Сказали Затем Что Он Говорил Убрал Скажет Еще Не Был Ты Сколько Медя В голову Пудрил Это Был Григорий Граба Который Воскрешал Считали Про Него Обращаются Там Чеченская Он Находится Ну Как Зазеркали Там Где-то А Ничего Он Не Может Сделать Его Депутаты Везде Григорий Граба И Тогда Средакции Посылают Человека Взяли Фотографию Одну Вторую Третью Там Слепили Одну Чтоб Получилось Ему Фотографию Дали Но Чтобы Он Принял Нужно Заплатить Три Тысячи Три Тысячи Ну Заплатила Редакция Он Убедить Его Нельзя Почему Потому Что Закон Надо Провести Чтобы Для Мертвых Выдавали Паспорта А Государство На это Не И Паспорта Надо Давать Они Не Могут Себя Сейчас Их Арестуют И Опять Убьют Обманывал Обманывал Наконец Когда Здесь Деньги Брал А дальше Тридцать Тысяч Деньги Громадные Там Крутились И Бац Арестовали Арестовали Там Какие Больше Скрыт Нигде Но Его Освободили Все Он Забыл Про Мертвых Нигде Почему Самого В гроб Заковали Вот Сколько Там Побыл Да Возьми Марина Деви Христос Показывала Себя Белые Братцы Точно Так же Арестовали Запечатали Вышло Как будто Никогда Не было Дают Подписку А Подписку Не даст Анатолий Марченко Взят А Я Не дам Подписку Убили А то Друг Был Не просто Какой-то А Грея Сахарова Главриата Нобелевская Премия Ничего Задавит Любого И я Давал Подписку Что Архипелаг ГУЛАГ Не буду Распространять Он Мне Не нужен Я Просто Знал Интересный Материал Насчитал И все Не Бой А Златоуста Своего Приехал Ко мне Никулин Юрий Николай Он Говорит Мешками Распространение Никому Не буду И все Я написал Я Отказываюсь От освобождения Бумагу Дал Он Посмотрел Походил Игнати Тихоныч Это Мразь Кто У нас Тут Будет Вот Люди Там Тысяча Людей Вас Ждут И Порвал Эту Бумажку Мою Что Я Отказываюсь От освобождения Когда Меня В 80 Году Держали Такая История Это Была А Это И Нет Ничего Им Как будто Не Грозит Но На Самом Деле Они Уже Влипли Ему Просто Так Не Вылезти Потому Что Эксцессы Начнутся Не в одном Месте Поджоги Они Машину Разогнали К этому Алексею Или Адвокат Который У него И Вломили Эту машину В здание То есть Они Не Останавливаются Но Это Быстро И Главное Надо А Как Узнать Это Игил Своего Рода Во всем Мире Недовольные Люди Евреями Собрать В одно Место Воевать А теперь Сирия Долды Ихались Они В одно Место Собрались Ликубить Шарахнули Сразу 500 Человек А так Ищи По Домам Дай Дорогу Сирию Так Вылезет Чтобы Все Я Так Это Вижу И Судя По Тому Он Говорит Я Не Вижу Что Где Это Противоречено Он Близок К завершению Может быть Этот Ах Они Дожили Где-то Сплеск Дать Преступности Угрожают А мы Не сожгли Угрожали Статья Уголовная Вы Угрожали Смертью Начнут Их Сажать И верхушку То есть Ну они Сметут Властей В тюрьмах Хватит Места Как В Америке Показали Полигон Гробов Каждый В обществе Человек Видели Может Там На крае Нет Полигон Какой Так Как и здесь Места хватит всем А то места Не хватит Хватит Я бы считаю Провокатор Провокатор Обработанный Его сейчас Пустили Матильный Чтобы фильм Не показывали А депутаты Там Павловская Прокуратура Везде Ну как так Все уже Все уже На сторожи Ждут Начать работу Почему нельзя Люди Сами В кинотеатрах Его фильм Еще нигде Не выставили Целиком Но такие Отдельные моменты Пикантные Выставляют А дальше Ничего Нет Люди Платят Деньги Идут А почему Вы запрещаете А наши чувства Оскорбят Он у меня Оскорбляет Другое И начинают люди Выставлять Что-то Про Ленина Что показывают Про Завю Крахманникову Про Александра Матросова Теперь Показывают Он без драки Дня не жил Что Теперь Все запрещать Новосибирский Ставит какую-то Пьесу Поп Толоконный Лоб И Новосибирские Там поднялись Попы Еще они Выиграли Почему Это шедевр Русская Классика Поп Толоконный Никто Обнимание Не обратил Они раздулись Поп Толоконный Лоб Попы Десять Систем У меня Такого Не бывало А потом Оказывается Они в этот день Выступили И сказали Лапки Такое Лагерь И народ Хомонул Ко мне В двадцать раз Уверещался Приток Людей Сразу В двадцать Если до этого Было Двести То теперь Умножить на двадцать На двадцать Это не четыре А уже на четыре тысячи Я буквально Захлебнулся Ну постепенно Все это Опять схлынул Ради интереса Так что батюшка Ему позвонили С Москвы Смотрели Не фотографии Они вот это Смотрели Сейчас Дарите Како они Обним Все выйдут Сразу Материалы Батюшка Я не знаю Он Не то что Отказывается Сейчас Он посмотрит Еще батюшка Не говорит Да ничего Такого Просто говорил Об общении А потеряете Как создавали И все Да А он Не говорил Когда у меня книги Разозлил Бездиотек Он говорит Вот человек Который Имеет Очень большие Аудитории Везде В городах Наступают Бактисты Он Вам может Помочь Я говорю Шумер Он обманщик Он ничего Не может Сделать Нет Его Нужно накормили Он не работает А мне К нему Подполки Нет Сергей Говорит Это ошибка И Дальше Я вижу Как они Гоняли За этим Родиком Все Подтвердилось Так что Будьте А отцедов Если там Не есть Никакой партии Нужно вас Пусть Установитесь И работайте Наше дело Плодиться И размножаться Благодарю 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 Честнейшую Херубин И славнейшую Бесогиния Серафим Безыстрения Бога Слова Родшую Сущую Бога Родицу Тя Величай Благодарю Господи Боже Боже Благодарю Тебя За этот Воскресный День За эти Занятия Что Имеем Возможность Собираться Общаться Слава Тебе За все Твои Милости Помилуй Господи Всех Православных Христиан Всех Надреб Болезней Божащих Пути Находящихся А Тебе Слава За все Отец Сыне Святой Бог Александр Возумение Погиб Господи